На 93-м участке в Государственном университете имени Академика Петровского встречают первых избирателей. В едином дне голосования принял участие и председатель Брянской областной думы Владимир Попков. Это наш гражданский долг. Мы должны приходить и выбирать достойных. Каждый человек должен принимать участие в управлении нашим обществом. Поэтому на выборах всегда должны выбирать тех, кто будет отстаивать интересы трудящихся. Это один из участков, где проходят до выбора депутатов в Государственную думу Федерального собрания 7-го созыва. За первые два часа работы проголосовало около 30 человек. В Сельсо в этот день выбирали депутатов в Брянскую областную думу 6-го созыва. Явка, как отметила председатель избирательной комиссии одного из участков, достаточно высокая. Выборы у нас проходят в штатном режиме, все спокойно, все организовано, с полным использованием закона Российской Федерации о выборах. На нашем участке приблизительно 1400 избирателей. И молодежь, и представители старшего поколения считают своим долгом прийти на выборы и отдать голос за достойного кандидата. Так закон гласит. Все мы хотим лучшей жизни, ждем чего-то хорошего. Спокойно и без каких-либо нарушений проходят выборы и в сельских поселениях. Мы очень довольны, что избиратели понимают свой гражданский долг, не идут исполнить. Выборы у нас проходят по двум одномандатным округам. На избирательном участке 231 в поселке Путевка к полудню уже проголосовало 25% избирателей. Голосование продолжается. Избирательные участки будут работать до 8 вечера. Итоги выборов подведут рано утром 11 сентября. Екатерина Зойдина, Иван Зюрев. События. Брянский район.